всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня у нас 22 октября и в этом ролике я хочу вам показать вновь асоку amazon mist которую я вчера пересаживала и наверное видели что я при пересадке часть корней срезала так как они у меня просто не помещались в горшочки которые я приготовила для этой асоки и вот хочу сказать я конечно переживала вчера думала что они поболеют у меня и надеялась конечно на лучшее но опасалась что растение заболеет так достаточно большое количество корневой системы мне пришлось срезать но вот в очередной раз хочу показать вам насколько работает агат кто смотрел мой ролик вчерашний видели наверное что я полила агатом и посмотрите растение оно даже мне кажется распушилась после пересадки после такой вот пересадки где пришлось удалить часть корней оно совершенно не пострадало оно абсолютно прекрасно себя чувствует и если вчера еще были поникшие листочки то сегодня посмотрите какая прелесть вот чудо действенный препарат агат и когда у меня спрашивают аналоги агата я не могу честное слово я бы подсказала вам что сравнимо с агатом но вот насколько я понимаю пока еще аналогов нет таких при этом препарат очень доступный по цене но вот посмотрите как растение на него реагирует и вот сказать просто что это хороший препарат это ничего не сказать вот пожалуйста наглядный пример на половину срезанная корневая система но настолько вот этот препарат любим цветочками любим вообще всеми растениями вот еще раз покажу как он выглядит что видите даже такая вот пересадка совершенно никак негативно не сказалось на растениях они выглядят как будто здесь уже не знаю ни одну неделю они здесь растут вот милейшие такие растенец а вообще мне очень а сука меня она просто очаровала я очень жалею что не началась и не начала день раньше заниматься теперь я думаю что а сумка как дома так и в саду будет у меня занимать почетное место также хотела сказать показать вам вот этот каскад у меня попросили добавить его в интернет-магазин он очень компактный вот так он выглядит в упаковочке то есть достаточно компактная упаковка будет я конечно его сегодня добавлю в интернет-магазин ну и также хотела в этом ролике я ответить на вопросы на которые писать ответы достаточно долго мне вот проще рассказать более подробно в ролике по поводу подзимней моркови посева под зиму моркови нанской сорта тип даже не сорта типа вообще нанской 4 дело в том что когда мы сеем под зиму раннюю морковь нужно просто понимать она конечно вся вырастет у нас но нужно понимать что убирать ее нам придется значительно раньше примерно на месяц чем мы убираем какие у нас обычные сроки уборки то есть это зависит конечно от региона от вашего иначе если вы ее оставите до осенней уборки вот раннюю морковь любую не будь то нанская будь то любой сорта тип нанской если вы ее оставите до осенней уборки то она полупаются корнеплоды сами попут полупаются поэтому выращивать и сеять под зиму можно любую морковь единственное что если мы сеем раннюю морковь то мы должны понимать что убрать мы ее должны на месяц раньше чем если бы мы ее посеяли весной а если мы сеем средние сроки созревания либо поздние сроки созревания моркови то в таком случае мы и убираем как обычную морковь она не полупается а так любую морковь мы можем посеять под зиму и по поводу астры под зимнего посева астры тоже мне задали вопрос можно ли асту посеять сразу в грунт да конечно можно я рассказываю о своих посевах так как мы я живу на урале в свердловской области и у нас в этом году вот была ужасная весна ее практически не было если мы посеем под зиму просто на грунт семена то астра конечно вырастет но цветение то мы не дождемся она не успеет у нас зацвести поэтому я сею в горшочке только лишь по одной причине простой что у нас может не быть весны и тогда я не дождусь цветения астры если вы живете в каком-то регионе где более южный регион да скажем так пожалуйста ее можно посеять сразу в грунт и она прекрасно у вас взойдет и вырастет и зацветет но нам вот приходится так ухитряться то есть сеем в горшочке либо в какие-то емкости затем убираем весной в теплицу для того чтобы побыстрее зашла а если мы оставим на улице и будем ждать когда она у нас зайдет если мы посеем сразу на улицу то есть сразу в открытый грунт то может просто у нас не наступить цветение а так конечно можно единственно чтобы пометьте куда вы посеяли астру чтобы весной тоже ее не перекопать и все и прекрасно она взойдет и если ей хватит лета она зацветет и порадует вас цветением то есть это вполне вариант возможной посева в открытый грунт непосредственно прямо на грунт просто мне он не подходит этот вариант а так как я все-таки показываю те приемы выращивания которыми пользуюсь я то которые вот подходят для нашего региона тут я и показываю что я все в емкости в этом году я посеять планирую бархатцы в емкости и возможно примулы семенами так как летом я показывала сеяла примулу но посеяла я ее в ящичках поставила уехали мы отдыхать и у нас был ураган и в общем сорвала пленку с моих ящичков и все перевернула и примула у меня не получилось в этом году а в прошлый год вот таким образом я сеяла тоже в ящички у меня прекрасная примула и она у меня цвела в этом году весной и осенью еще зацвела хорошая примулка но все равно так как она еще молодая я ее конечно лапником прикрою на зиму и поэтому если вот у вас какие-то примула взошли которые вы летом сеяли то на зиму конечно их первые первые и второе вот лучше прикрыть лапником если конечно вы живете в таком же регионе как я где-то асибирь урал лучше конечно тоже такие вот молодые растения прикрывать лапником ну хотя бы первый год на этом я ролик заканчиваю всем до новых встреч пока пока